Самый главный подарок на праздник, который весь мир отмечает 1 июня, эти женщины уже получили. В их семьях появились долгожданные малыши. Но в День защиты детей врачи 4-го роддома и активисты общественной организации «Колыбель» преподнесли им еще небольшие подарки и пожелали воспитать добрых и отзывчивых людей. Валерия с сыном Мишей сегодня поедут домой, их выписывают. У женщины это уже второй ребенок и праздник защиты детей она считает едва ли непрофессиональным. Большой вопрос, что такое защита детей, конечно. В любом случае, любая мама защищает своего ребенка с самого начала. Да и воспитание тоже процесс такой непрерывный. Говорят, он начинается еще до рождения ребенка, пока еще его носят. И все равно он все слышит и чувствует отношение к себе. Поэтому в любом случае, как минимум с рождения. Большое счастье в канун праздника и у Кирилла Шахова. И вот дочь. Малышка появилась на свет чуть больше трех килограммов. На счастье родителей, совершенно здоровой. У нас мальчиков настолько много, что это уже перебор. Мы когда в одном месте собираемся, это 13 человек мальчиков, это маленькая армия. Поэтому я очень сильно хотел девочку. У нас была договоренность с женой, что если бы девочка выбирала имя я, я очень долго выбирал имя с отчеством Кирилла. Не особо много сочетающихся. Ну вот, решил назвать Амира, арабский принцесса. И причем действительно ее все ждали. В этой палате лежит многодетная мама. Ее третья по счету дочка появилась на свет вчера. Активисты общественного комитета защиты семьи и детства пригласили женщину присоединиться к колыбели. Мы приехали поздравить не просто мамочек, но у нас здесь есть мамочки, которые стали уже многодетными. Мы их особо поздравляем. Дополнительно приглашаем в нашу ассоциацию многодетных семей, которая объединяет уже более 210 семей. Моя сегодня старшая дочь исполняется 22 года. Поэтому я могу с уверенностью сказать, много деток хорошо. Инна и Андрей в четвертый роддом приехали из Владимира. Говорят, в Иванове родовспоможение одно из лучших в ЦФО. Сына назвали Мишей. Несмотря на то, что малышу только сутки от роду, для него уже выбрали будущее. Я буду врачом воспитывать его. Нужно с детства покупать химические всякие конструкторы, опыты с химией, чтобы химией увлекался, медициной. Потом пошел в медики. В Мишане будет доктор. В четвертом роддоме заняты все палаты. Сейчас учреждение работает с повышенной нагрузкой. Из-за того, что сотрудники первого родильного дома ушли в коллективный отпуск. Очень много беременных, которые к нам поступают. Не только из Иванской области, да, и из других областей соседних, которые у нас рядом есть. Это и Владимирская, и Костромская. За 2016 год у нас было практически 3000 родов. Для небольшого учреждения нашего, да, такого, который, ну, небольшой родильный городской дом, это очень большое количество родов. Маленькие обитатели четвертого роддома пока не знают, сколько взрослых и сильных людей готовы их оберегать от любых невзгод и проблем. Для мам и пап и вовсе каждый день после рождения малышей – день защиты детей. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.